Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отлично, еще раз, вдох, выдох Следующее упражнение нам пригодится для чтения длинных упражнений Будем выдыхать воздух тремя порциями Вдох, продержали дыхание Выдох 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 Хватило воздуха? Давайте еще раз Вдох Выдох Отлично А теперь подготовим речевой аппарат Возьмите, пожалуйста, скороговорки У вас маленькая палочка Жужжащим чтением прочтите скороговорку Хорошо Отлично А теперь хором прочитаем четко, медленно, словами Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Сегодня нам очень много будет перерывать голосом придется Поэтому читаем упражнение, называется микрофон Микрофон у нас от тихого звука До громкого усиления Пожалуйста, начинаем от тихого до громкого звука читать Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Отлично А теперь наоборот упражнение эхо От самого громкого к тихому идем Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Отлично Ну и дальше скороговорки читается очень быстро Быстрым темпом читаем Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Отлично А кто у нас самый лучший скороговорчик? Кто хочет прочитать? Уля, пожалуйста Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая И еще раз Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Кто поспорит? Пожалуйста Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Отлично, Наташа Наша дочь речи чистая Речь у нее чистая Хорошо, спасибо Итак, отложили в стороночку Наш рочек дыхания готова к следующим этапам работы. На прошлом уроке вы познакомились с творчеством Георгия Скребицкого. И сейчас, я думаю, что мы прекрасно вспомним, что вы знаете о писателе, о его детстве. Он любил животных и не наблюдал за природой. Отлично. Ещё, Ангелина. В его семье всегда мама и папа, у них всегда были животные в доме. Хорошо. Лиза. Ещё, его папа всё время любил ходить на охоту и на рыбалка. Когда видел животных, которые ранены, он принесил домой. Они их там держали, лечили, пока они не вызрали, и потом их отпускали на волю. Спасибо, Лизонька. Вы читали рассказы Скребицкого. Скажите, а как связаны рассказы Скребицкого с биографией от автора? Он Скребицкий писал о животных, так как он всё детство изучал животных, их видел. Он почти всех животных знал, потому что его папа был рыболовом и охотником. То есть он вообще был врачом, но очень любил охоту и рыбалку, да? Да. Отлично, Умочка. У животных у него было очень много. Хорошо. Какие рассказы Скребицкого вы читали? Ушок, книжка и сиротка. И сиротка читали, хорошо. А ещё, может, какие-то читали? А хитрая мамаша читали такой рассказ? Заботливая. Заботливая Маша. Ульяна читала. Замечательно. Скажите, ребята, а вот в рассказах мы сказали, что очень похожа биография, что в рассказе жили животные, их приносили больных. И детство с прибиткой прошло так, что мама, ребята, говорила даже автора, что мы живём как будто зверинцы. У нас всё время живут белки, лисы, сороки, ёжики, и всех мы лечим и заботимся. Ну что ж, вы замечательно подготовили домашнее задание, и я думаю, следующий тест не вызовет у вас трудностей. Возьмите, пожалуйста, вот такую карточку и ручку. Хорошо. Вставим на тиску. Итак, задание у вас есть ещё на датке. Вы готовы? Итак, первый вопрос. Пожалуйста, ответьте, в каком жанре работал Скребельский? Он писал поэзию или проводок? Хороший, правильный ответ оставьте, лишний зачеркните в карточке самостоятельно. А это он или прозаик. Так, следующий вопрос. В каком жанре писал Скребельский? Он писал легенды, рассказы, басени, былины. Неверные ответы уберите, правильные оставьте. Вспомните, Владимир Иванович. Так. Дальше. Кто является главным героем произведений писателя? Богатыри, дети, природа. Правильный, оставьте, неверные зачеркните. Так, готовы? Хорошо. Кто хочет на доске по мучному оставить? Саша, прошу. Поперетник, Саша. Я? Да, пожалуйста. У нас два Саши. Так, вопрос номер один был. Это Георгий Скребельский, поэт или прозаик? Позаик. Проза. Отлично, спасибо. Следующий вопрос был какой-то выбрал ответ. Что он писал? Рассказы. Рассказы. Спасибо, Саша. Так, и дальше. Что мы оцениваем? Рассказы о природе. Главный герой был природа. Так, ребята, хорошо. Саша, спасибо. Скажи, пожалуйста, посмотрите. Садись. Ничего, ничего. Так. Посмотрите, пожалуйста, свои карточки. Оцените себя. Да. Если у вас остались те же ответы, звездочку закрасьте ручкой. Если были ошибки, звездочка останется белой. Не дай. Хорошо. А теперь давайте посмотрим общую оценку в классе. Пожалуйста, поднимите зеленый светофорик, если вы ответили правильно. Красный светофорик, если были ошибки. Единичные ошибки были. Ничего страшного, наверстаивайте знания. Итак, у нас первый этап. Зеленый цвет. Хорошо. Так. Хорошо, ребята. А теперь, пожалуйста, мы можем отправляться в путь к новым знаниям. Рассказ, с которым мы сегодня познакомимся, называется «День рождения». Только вот здесь, ребята, возникает какая-то проблема у меня. Ведь Скребицкий писал о природе. Так как же связано тогда день рождения природы? Как вы считаете, чем может быть связано? Я думаю, что на его день рождения он либо отмечал в лесу с друзьями и с животными, либо он был дома с животными и с друзьями. Может быть и так, Саша. А я думаю, что ему подарят животное, и он будет еще рад. На день рождения подарят животное. Хорошо, Маша. Может быть, что и у животного день рождения его. Ой, замечательно. Может, у них в семье даже животные дни рождения отмечали. Нет. Так, а еще, как ты считаешь? Ну, например, удочку что-нибудь такого. Подарят. Природа. И связано с природой что-то будет. Хорошо. Как ты считаешь? Ну, может, у кого-то мальчик, у него день рождения, он его на природе тоже. Хорошо, спасибо. Итак, значит, чтобы выяснить все-таки, что вы в рассказе, мы должны будем ответить на следующий вопрос. Все-таки, первый вопрос, как вы считаете? Что мы должны выяснить четко? Расписала природа, а тут день рождения. Главные герои. Кто же главные герои рассказа? Дальше, еще что мы должны проследить? О чем, Ангелина? Основные события. Так, какие основные события развивались в рассказе? Так, Машенька. Природы и чувства героев. Да, ребята, мы посмотрим тогда описание природы, посмотрим, как оно влияет на чувства героев. Хорошо. Итак, вы готовы? Да. Да, в рассказе у вас встретятся такие слова. Давайте, посмотрите, пожалуйста. Провизия. Прочитаем вместе. Провизия. Прочитайте, что это? Это запасы еды. Ой, отлично, Ангелина, спасибо. Следующее. Выголосилась рожь. Прочитаем вместе. Выголосилась рожь. Это когда рожь, у нее уже, знаете, колосева есть. Появились колоси, отлично. Вот, ребята, да, я вам принесла тоже колосок. Выпросить колос называется, да? Когда появились колоси, у вас получается выголосилась. Хорошо. Следующее. Прогалинка. Прогалинка. Что это такое за слово? Прогалинка, как вы считаете? Может быть, дорожка. Дорожка, ты думаешь, еще маленькая веточка? Или что? Как в тропинке такой путь сделан. Ребята, в словаре... В тропах. Нет. В словаре Ожигова, ребята, вот если, допустим, в лесу ветки закрыли все пространство, а есть пустое пространство между ветками. Вот это называется как? То есть пустое пространство, ничем не заполненное. Прогалинка. Еще раз прочитайте это слово. Прогалинка. Следующее слово. Омут. Да. Омут. Костя? Это когда на баллоне собирается верхний слой грязи. Нет. Омут. Ну, это как в озере или в речке, так оно становится таким более мутным, потому что за грязной нормы. Нет, ребята. Это омут, ребята, это действительно, ты права в том, что место темное, а образовано оно в реке встречное течение и получается вот такой водоворот. Омут, да. Вот омут, это водоворот, темное место в реке. И следующее слово. Галавль. Галавль. Это такая рыба, у нее большая голова, поэтому я забрала голова. Умничка, вы знаете, даже специально для вас принесла. Ох, какие красавцы. Вот он, голавль, да? А вот описание голавли вы прочтете в учебнике. Потом, так, сядьте удобно. Открываем страницу 34. Страница 34. Я начну читать, а кто-нибудь будет помогать мне продолжать. Вы готовы? Да. Готовы сидеть. Денис готов уже? Уже? Так. Георгий Скрибицкий. День рождения. Как-то поздно вечером, набегавшись за день по двору, я сидел вместе с папой и мамой за столом. Мы ужинали. Ты знаешь, какой завтра день? Спросила мама. Знаю. Воскресенье, ответил я. Верно. А кроме того, завтра день твоего рождения. Тебе исполнится восемь лет. Ого! Да он уж совсем большой вырос. Будто удивившись этому, заметил папа. Восемь лет. Это ведь не шутка. Что бы ему подарить такому дню? Обратился он к маме. Игрушку, пожалуй, не годится. Да я уж и сама знаю, улыбаясь, ответила мама. Нужно что-нибудь придумать. Так. Настя, пожалуйста. Настя. Я сидел как на иголках, слушая этот разговор. Конечно, папа с мамой только нарочно говорили, что не знают, что бы такое мне подарить. Подарок уж, верно, давно был приготовлен. Но какой подарок? Я знал, что сколько ни просим, ни мама, ни папа, до завтра ни за что не скажут. Приходилось ждать. На утро, как только я проснулся, еще же вскочил с постели и хотел бежать за подарком. Но бежать мне никуда не пришлось. Возле моей постели стояли у стены две новенькие складные удочки. И тут же на гвоздике висела выкрашенная в зеленую краску ведерочка для рыбы. С крышкой совсем такое же, как у папы, только поменьше. Спасибо. От радости я даже захлопал в задоши, подпрыгнул на постели и начал поскорее одеваться. В это время дверь отворилась, и в комнату вошли папа с мамой, веселые, улыбающиеся. Ну, поздравляем тебя. Хорош подарок? Доволен? Спрашивает папа. Это уж настоящие удочки. Не то, что твои палки с нитками. На такие щуку вытащить можно. Очень, очень доволен, радовался я. Только где же я на них буду щук ловить? У нас в речке их нет, а с собой наловлю ты меня не берешь. Говоришь, что мал еще. Да, ведь это я тебе раньше не брал, ответил папа. Когда тебе столько, только 7 лет было, а теперь тебе уже 8. Ты, по-моему, даже за одну эту ночь сильно потрогал. Вон какой огромный. Сегодня мы все вместе рыбу ловить поедем, весело сказала мама. Умывайся скорее, пей чай и пойдем. Погода чудесная. Хорошо, улетайся. Я, поскорее по замоку, захватил свой дом и ведерко и побежал на подборку. У крыльца уже стояла изображенная лошадь. Вскоре вышли папа и мамочка. Уложили в тележку удочки, чайник, картинок и мешок с провизией. Мы все уселись и тронулись в путь. Пирога никуда не сворачивала. Кошлая ровная, прямая, среди жарных полей. Рожь уже выголосилась, и по ней плыли легкие тени от облаков. Наша лошадь весело бежала по гладке дороги. В то же дело, в перелете с дороги, в детали шаворонки. И отлетев немного, снова садились на зону. Мы проехали березовый везок и выехали прямо к речке. Мы спустились в комнату и уселись на берегу, прогариваясь. Мы размотали удочки и закинулись. Возле нашего берега, в заливчике, вода, загороженная кустами ивняка, стояла спокойная. Я сидел рядом с папой и внимательно смотрел на поплавки. А они тихо лежали на поверхности воды. Какие-то комарики, мошки весело толпились в воздухе над поплавками, постоянно присаживаясь на них и вновь взлетая. Ну вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, пуская вокруг себя по воде круги. Шевельнулся еще раз и еще раз. Потом стал медленно погружаться в воду. Клюет! Тащи! взволновно шепнул папа. Я потащил. Ух, как тяжело! Удилище согнулось в дугу, а леска, натянувшись как струна, так и резала воду. Не торопись, а то оборвет! волновался папа. Дай я помогу! Упустишь! Крупная попалась! Но я вцепился обеими руками в удилище и не отдавал его. Саша, пожалуйста. Сильная рыба. То гонос на лесу бросалась то в одну, то в другую сторону. Я никак не могла подтащить ее к берегу. Наконец рыба показалась из глубины. Я изо всех сил рванулся, рванул удилище. Раздался легкий треск, и в руках у меня остался обломанный конец. Другой конец вместе с поплавком и леской быстро понесся по воде прочь от берега. Ушла, ушла, нас запил я, забыв все на свете, бросился за убегающим концом прямо в воду. Папа, я едва успел схватить меня сзади, за куточку. Утонешь, глубина здесь. Но я ничего не видел, кроме желтого бамбукового кончика удочки, который, разрезая воду, уходил все дальше и дальше. Ушла, совсем ушла, с отчаянным повторил я. На мои вопли прибежала испуганная мама. Она тут же невдалеке собирала хворот для костра. «Что? Что случилось?» – еще издали спрашивала она. «Не плачь, успокаивая меня папа. Может, мы еще и поймаем?» Но я не верю. Слезы так и текли из глаз. И мне казалось, что в целом свете нет человека, несчастье меня. Андрей? «Наконец, я не могу успокоиться. Папа стоял на берегу и пресненным взглядом в противоположном конец омута. Вкус кустам потащила. Только бы поближе к берегу подошла, говорил он. Я понял, что не все еще потеряно. И робкая надежда шевельнулась в душе. Я тоже нашел глазами тоненькую белую палочку, которая едва виднелась на воде, ближе к другому берегу. Она все и удалялась. Кустам, кустам идет, радостно повторял папа. Не горюй, Юра, мы ее еще подцелим. Мама тоже следила за удочкой. Ах, только бы к берегу подошла. Наконец, рыба подтащила удочку кустам. Спасибо. Цепочка, пожалуйста, из этого наряда пойдем в предложение. Распределяем берегу, единственное, глядя в лучшую противоположную конец омута. Тут мы все трое. Папа, мама и я со всех ног бросились через плотину на другой конец омута. Вот и кусты. На воде возле них слегка покачивается сломанный конец уточки. И попуролок тоже спокойно покачивается на воде. Может, удочка уже пустая? Может, рыба уже давно сорвалась? Папа, пройдущий честь, подошел к берегу. Папа вошел к колено в воду и протянул руку к судилищу. И вдруг оно покрынуло, как и живое, и бросилось в кровь. Папа за ним был в бутых прямо в воду. Папа, спасибо. Весь мокрый выскочил на берег. О, радость! О, счастье! В руках у него была обломанная удочка. Она сгибалась в дугу, и леска опять, как тугая струна, так и резала воду. Напуганная рыба тянула вглубь и никак не шла к берегу. Но папа не пытался пересилить ее. Он то отпускал леску, то вновь слегка подтягивал. Папа старался утомить рыбу. А мы с мамой, затаив дыхание, следили за этой борьбой. Наконец, утомленная рыба показалась на поверхности и даже немного повернулась на бок, блестя серебряной чешуей. Тогда папа осторожно передал мне обломок удилища. Тащи, только потихоньку, не торопись. Я схватил в руки удочку и, забыв, все на свете, изо всех сил потащил на берег. Тише, тише, оборвет, закричал папа. Рыба бросилась в глубину. Я потянул к себе. У берега в густой траве что-то сильно зашлепало, завозилось. Папа и мама кинулись туда, и тут я вновь почувствовала в руках какую-то легкость. Оборвалась. Ушла. Но в тот же миг папа выкинул далеко на берег сверкающую тишуей рыбу. Она тяжело шлепнулась в траву и забилась, запрыгала в ней. Мы подбежали к добыче. Подминая зеленой стеблей, в траве лежал крупный голавый. Я схватил его обеими руками и начал с восторгом разглядывать. Спина у него была темно-зеленая, почти черная. Бока серебряная, а голова большая, широкая. Потому, наверное, эту рыбу мы назвали гола. Ну, поздравляю тебя. Теперь ты настоящий рыболов, радостно говорила мама. Мы вернулись к нашим удочкам. Действительно, на одной из них у папы сидел большой кокунь. Папа дал мне из своих еще одну удочку, вместо моей сломанной. И мы продолжали ловить. Но я уже не столько ловил, сколько все бегал к соседним кустам, под которыми в густой траве, прикрытой от солнца лопухами, лежал мой голавый. И каким же он мне казался огромным и красивым! Мама тоже то и дело подходила к голавлю, трогала его рукой и качала головой, и улыбалась. Да, пожалуйста, Настя. Наконец, когда уже начало темнеть, папа с мамой собрались ехать домой. Лучше был прохладный, ясный. На западе уже... На западе. На западе уже догорала заря. Поля громко кричали, перепела... Перепела... Перепела птицы. Перепела словом выговаривали. Спать пора, спать пора. Спасибо. Слушая их, я вправду немножко задремал, а перед глазами все любила вода и поплавки на ней. Вдруг мама трубала меня, закричала. Смотри, Юра, смотри скорее! Я очнулся. Мы проезжали через березовый лесок. В воздухе пахло свежей березовой горечью. Я поглядел в круг леса, куда указывала мама. Что это? Будто крохотный голубой огонек светится в темной ночной траве. А вон, немного подальше, еще и еще. Или это только капля красы отражается звездой? Нет, не может быть. Видишь, светлячки, сказал папа. Хочешь, набери их в коробочку, а дома выпустим в сад. Пусть у нас живут. Папа остановил лошадь, и мы с мамой принялись собирать этих светящихся жучков, которых в народе так хорошо прозвали Ивановым червячком. Мы с мамой долго ходили по быстой злажной траве, отыскивая крошечные живые звездочки. А над головой сплетались темные ветви деревьев, и в них, в рассветах, тоже как светлячки, сверкали в далекие голубые звезды. Может быть, именно в этот счастливый день, день моего рождения, я вдруг всем сердцем почувствовала, как хороша наша родная природа, лучше которой нет на всем свете. Ну что ж, ребята, давайте немножко отдохнем, а потом продолжим работу над текстом. Давайте, пожалуйста. Сырей, пойдем на прогулку, на рыбалку. Давай, давай, можно. Шагаем сюда. Отдыхай, отлично. Сырей, солнышко такое, конечно. Сырей. Хорошенько тянем. Добавляем ручку. Нормально. Отлично. Шагаем. Отлично. Шагаем. Вот так, на сторону. Хорошенько еще. И позвоночный справляем. Раз. Прогнулись. И обратно. Молодцы. Еще, еще. Так. Отлично. И следующее. Глазки. Сидим. Хоть по глазке. Хоть по глазке. Работать немного, читать. Отлично. Три раза закрыли глазки. А теперь, добрый. Спасибо, садитесь. Скажите, пожалуйста, от чего имени ведется рассказывать? Послушали, почитали сами, или так отчитали? Он ведется тем, что... От чего имени? От чего? Ведется от имени Скребицкого, от самого себя. Мальчика. Да, мальчика. Хорошо. Андрюш, ты сегодня замечательно сделал домашнюю работу, читал бегло, исправлял ошибки сам, я ставлю 9 баллов. По очтению еще, Саша отлично читала, ошибок не допускал, домашнее дело отлично, 10 баллов. И Саша ошибки исправлял сам, поэтому 9 баллов ставлю, дальше работаем. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ребята, а вот рассказ, события рассказа, скажите, пожалуйста, происходили в одном и том же месте или все-таки места менялись? Мы говорим, что основные события где происходили? Места менялись. Менялись. Тогда давайте, где происходили события в машине? Сначала были дома, потом они ехали через березовую рачку. То есть сначала были события дома происходили, а затем? На речке. Андрюшка, спасибо. На речке, да. Затем на речке, конечно. Хорошо. Спасибо. Тогда, ребята, скажите, пожалуйста, а как мы можем разделить на какие части этот рассказ? Подумайте. Так. Вероника. На 5 часа. Так. А посмотри, у нас в зависимости от событий, вот где происходили события, какие чай, Костяка, на 2 части. Первая часть это будет? Все. Так. И вторая часть события на речке. События на речке. А что на речке, как называется процесс ловли рыбы? Рыбалка. Рыбалка. Вот с рыбалкой я согласна. А вот первая часть, ребята. Хорошо. Тогда давайте сделаем так. А второй можно назвать ужин. Так. Вечерний ужин. Праздничный ужин. Вечерний ужин. А ведь подарок он, разве, получил? Нет, это был вечерний. Утром. Утром, Жанка. А это был вечерний ужин. Я очень рада, что у вас различные мнения. Поэтому это одно из домашних заданий. Вы должны будете перечитать еще раз первую часть и придумать свое название первой части. Договорились? Да. Это домашнее задание. Хорошо. А теперь, пожалуйста, раз мы разделили на две части, значит, первая часть это либо накануне дня рождения, либо вы свое какое-то название, а второе? Рыбалка. Рыбалка. Вот теперь глазками просмотрите текст и найдите границу между первой и второй частью. Пожалуйста. Если вы будете готовы, поднимите сигналочку. Еще раз сомневаемся к началу текст. Найдите границу. Ну, я не знаю, у каждого может быть и своя граница. Как ты считаешь? Так, Костя, как ты считаешь? Так, Костя, как ты считаешь? На 36 странице, когда ты последний обзор. Прочти последнее предложение первой части. Мы проехали березовый лесок и выехали прямо к речке. Смотри, они уже поехали. Нет. А первое событие у нас закончилось дома. Так, тогда, Ульяна. Граница 36. Как ты обзор сначитаешь? Последнее предложение первой части. Как ты считаешь? Мы все усилились и тренируемся. Отлично, спасибо. Отметьте границу первой части. Так, Ульяна отлично читала, отлично домашнее задание. Рыбили на начальство. Десять баллов эти оставили. Умничка, молодец. А теперь, ребята, вы сами обозначали границы части, да? У кого, поднимите цветом, получилась здесь же граница первой части. Такая же. К цветам. Посмотрим, мальчики. А у кого другая, красную поднимите. Так. Ой. Извини. Слушай. Какое у тебя? Такая же была. Отлично. В основном тоже зеленый цвет. Ну, значит, и в тексте ориентироваться можете. Молодцы. Некоторых только красный глаз. Страшно, каждый имеет право на свое мнение. Хорошо, ребята. Тогда, пожалуйста, давайте прочитаем первую часть классами. И ответите, пожалуйста, на такой вопрос. Какие чувства испытывал Юра в ожидании подарка? И какие, когда получил его? Вот сейчас чтение молча про себя всей части. Поставили пальчик на начало. Чтение, Люкашка. Молча чтение про себя. Работаем с текстом. Пожалуйста. Читаем. Чтение первой части про себя. Отметить. Какие чувства испытал? Когда ждал подарок и когда получил его? Тоже всю часть прочитала? Понимаю. Всю первую часть. От начала до строчки, где мы выделили. Ну, как так? Честно читать все. Можете прочитать? Хорошо. Попробуем. Итак, пожалуйста, Лиза. Какие чувства испытывал Юра в ожидании подарка? Он испытывал такие захватывающие чувства. Он все ждал. Он знал, что как всегда не получится, что если он будет спрашивать, какой подарок подает, что все равно не с каждым. Но было такое ощущение, что ожидание. А теперь давай посоветуемся с автором. Найдите, как автор пишет. Костя, я рада. Я вижу тебя. Настя, пожалуйста, Настенька. Я знала, что сколько ни проси, ни папа, ни мама, они завтра ни за что не скажут. Приходила ждать. Приходила ждать. Еще более точная. Ну, Лиза сама. Я сидела, как на иголках. Слушай, это только вы. Конечно, папа с мамой только наружно. Они говорили, что не знают, кто были такой мне подарочкой. Спасибо. Покажите мне, что значит сидел, как на иголках. Ну, покажите, как на иголках. Как это? Ну, так. Скучно ты сейчас? Ты легко сядешь на иголку? А, напряженно. А, напряженно. Так, то есть волнуйся. Волнуйся. Ну, покажите. Ну, покажите, на иголках. Вот так. Да, да, вот, вот. Неудобно. Ждал. Хорошо. Ну, а теперь, как ученики, садитесь. Хорошо. Спасибо. Итак, он волновался. Ждал. Нервничал. С нетерпением. Да? Хорошо. Когда получил подарок, как я чуть понравился. Он был счастлив, что он получил. Ему было приятно. Ему этот подарок понравился. Хорошо. Закажите словами из текста, пожалуйста, что ему понравился подарок. Так, пожалуйста. Наутро, как только проснулся, сейчас же скачусь в постели. И хотел бы забежать за подарком, но бежать мне куда-нибудь пришлось. Возле моей постели стоялись с ним две новенькие, с одной мудрички. И тут же на гвозе повисела выкрашенная в зеленую краску деверчика для рук. С вышли совсем такой же, как у папы, только поменьше. Хорошо. Паша. От радости я даже захлопал в ладошь. Наташ прыгнул, подпрыгнул на постели и начал поскорее одеваться. Хорошо. Еще, Настя. Очень-очень довольна, радовалась я. Только где же я на ней буду щуп ловить? Спасибо. Ребята, что в подарок получил Юра? Наташ? Удочка. А еще что? Настя. И получил такое же, как у папы, ведерко, только оно было поменьше с крышечкой для того, чтобы складывать туда рыбу. Ребята, вот смотрите, мы встретили слова, ведерко с крышечкой, удочка новенькая. А для чего автор вот использовал уменьшительно-наскательный суффикс, ведерочка с крышечкой. Чтобы они были меньше, чем у папы. А еще, Андрей? Чтобы подходило в рифме, чтобы ему так больше нравилось. Наташа? Чтобы было красивее. Лиза? Потому что он маленький еще, и поэтому ему сказали так ласковые слова, потому что он еще маленький, чтобы его удерживать. Хорошо, еще? Это очень приятно. Приятно. Смотрите, давайте мы скажем выражение. Ведро. Ведро. А теперь ведерочка. А вот сделайте так. Ведерочка. Где больше радости? Ведерочка. Ведерочка. То есть, чтобы показать эмоцию, не обязательно сказать, что я очень радуюсь. Можно суффиксами, да, вот этими, ведерочками, крышечками, показать. Вот, радость, восхищение. Можно удивиться глазами еще. Молодцы, Андрей, спасибо тебе большое. И улыбкой. Хорошо, ребята. Так, а теперь скажите, пожалуйста, родители не говорили мальчику, что подарили. Как вы думаете? Почему? Особо там на сюрприз. Ты, 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 ты. Давай. Это был сюрприз, и он не хотел, чтобы он знал. Так он же хотел же знать, что ему подарили, Киза. Потому что, если бы он знал, какой подарок, то бы завтра ему уже было неинтересно. Конечно. Так, как вы считаете, так правильно они поступали? Он же как на иголках сидел. Так, хотел подарок. Правильно. Правильно. Если бы он не был сюрприза, ему было бы уже не очень так интересно. Хорошо. Зато и поэтому интересно было. Ребята, хорошо. Юра, вы сказали, что очень рад был подарок. А вот родители, когда готовили подарок, дарили, они какие чувства испытывали, Саша? Они очень радовались. Они думали, что вот когда он получит Юра, то он будет прыгать и счастье, что ему очень понравится. А вот у меня, ребят, еще такой хочет. Хорошо, я-то... Скажи, ты, пожалуйста, мама и папа готовили ребенку подарок. Они пошли в магазин и купили, чтобы... Нет, они с пользой купили, чтобы ребенок научился чему-то. Хорошо. А еще... Выбирали. Выбирали. А еще они, когда выбирали, немного боялись, понравились ему или нет. А как вы думаете, они были уверены, что понравится подарок? Да, они очень много. Потому что папа с мамой не видели, как он хочет с папой пойти на рыбалку. Ой, вот это ответ на твой вопрос. Почему да? Потому что они видели, что? Потому что ребенок мечтает на уточке. Он хочет уточку, он хочет с папой... Они очень волновались, что может ему не понравиться. Уверены, что волновались? Хорошо, докажите. Ищем в тексте. Но когда он порадует... Тогда мама с папой рассуждают, что подарить? Мол, Настя. Да, я уже и сама не знаю, не улыбалась, ответила мама. Нет, нужно что-нибудь притурить. Так, мама улыбалась. Какая улыбка у мамы была? Хитрая. Веселая и хитрая. Потому что подарок тоже. Уже знали. Я уже был готов. И они знали, что порадует. Хорошо. А это вопрос теперь к вам, ко всем. Тот, кто любит получать подарки, пожалуйста, вот так вот сядь. А кто любит дарить подарки, встаньте. О, а ну-ка расскажи, пожалуйста, красавец, умничка, Денис. Почему ты вот так встал? Встали подарить подарки? Нет. Хорошо. Получать подарок, я согласна, спасибо. Это приятно, это радость. Это ты что-то имеешь. Садитесь, спасибо. Отдарить подарок. А ты в чем радость? Ты делаешь человек с другого. Ты делаешь ему приятно. Потому что ты дальше ничего не видишь, что он уже радуется. Так он ждет этого подарка, что ты ему подаришь. И волнуется. И очень важно знать, наверное, то, что человек... И ты волнуешься, что... А вдруг ему не понравилось. Так. Вот поэтому, чтобы не волноваться, надо, наверное, очень любить человека, чтобы знать, что он хочет. Быть внимательным друг к другу, да? Так, так. И еще надо дарить искренне, а не просто делать одолжение. Потому что, если ты даришь искренне, подарок очень понравится. И этот ребенок будет всегда с ним играть или... Отлично. Хорошо. Давайте подпорим. Итак, ваша группа. Вот этот ряд и половина этого. Защищайте версию. Дарить подарки лучше, чем получать. Вы. Получать подарки приятнее, чем дарить. Давайте подпорим. Вместе с ним подпорим, пожалуйста. Итак, пожалуйста, Андрей. Я считаю, что получать подарки, но это тебе нравится, ты получаешь подарки, ты играешь. Все, считай, что подарки, получать подарки, нравится, ты играешь. А поверьте ему, пожалуйста, докажите, что дарить лучше. Лиза. Дарить лучше тем, что ты делаешь у человека приятное, и он играет. Для него есть существительный, но ты же делаешь приятное. Спасибо. Маша. Лучше получать подарки, потому что и тебе лучше, и другие младше. Видишь, что человек обрадовал, да? Понравился бы. Хорошо, согласна. Костя, докажи. Дарить подарки лучше, потому что если кому-то подаришь, он тебе тоже подарит. Так, возможно, ты делаешь какое-то приятное другому, конечно, добро тебе вернется. Потому что ты не просто отдал, а подарил кусочек радости. Хорошо, Наташа. А для самых родных самый лучший подарок это хорошие оценки. Возможно, и ваше доброе отношение. И еще дарить подарок, если ты даришь, когда делаешь сам, не покупаешь его. Ему на свои люди, а не сам. Еще обращайся с человеком так, как вы, чтобы относились к тебе. Хорошо, мы вышли на отличную тему. Ребята, скажите, что только ли подарок смог Юре доставить радость? Нет. А что еще? Семье. Хорошо. Хорошо. Тогда возьмите свою карточку. Так. И у вас есть помощница. Давайте подведем итог тогда. Что для Юры семья? Слово семья у вас есть. Так? Да. Какая? Да, я не помню. Вот. Какая семья? Допишите сначала, как подчеркивается эта часть речи. Что это за часть речи? Прилагательная. Прилагательная. Можете помощницы выбрать, можно придумать самим. Два прилагательных. Какая семья у Юры? Допишите. Можно пользоваться помощницами. Есть? Какая семья у Юры? Так. Следующая башенка. Это какая часть речи? Это глагол. Это глагол. Это глагол. На какие вопросы глагол отвечают? Что делать? Что сделать? Итак. Что делает семья для каждого члена? Можно пользоваться помощницей. Что делает семья? Можно в помощнице найти глаголы. Отлично. Хорошо. Умнички. Так. Третье предложение. У вас есть помощница. Пословица. Только она деформирована. Заставьте эту пословицу. Просто поставьте помощнице цифры, чтобы получилась пословица. Записывать не будем ее, а проставьте цифры. За и помощницей. Третья срочка. Раз, два, три. Третья срочка. Проставить цифры, чтобы получилась пословица. Проставила? Хорошо. И последнее. Семья – это что? Вот здесь существительное одно допишите. Тоже можно? Допишите. Существительное. Так. Ну и, пожалуйста, у нас очень активно Данила работает. Прочитай, какая башенка у тебя получилась? Семья. Семья. Семья – это любовь. Так, подожди. Все сначала? Семья. Какая? Читай все. Семья какая? Любовная. Какая? Любовная, дружная. Любовная, но не очень. Любящая, да? Любящая. Любящая, дружная. Что делает семья? Заботится. Опираешься, защищают. Так. Пословица какая у тебя получилась? Семейное счастье всего дороже. И семья – это? Опора. Семья – это опора. Спасибо. Очень хорошо работал. Где-то я исправляла немножко ошибки. Хорошая речь. Читал хорошо. 9 баллов. Можничка. Так, у кого еще получилось? Настя очень работала хорошо. Настенька, у тебя получилась башенка? У меня получилась башенка. Семья добрая, заботливая. Заботится, думает, любит. Пословица… Не составила пословица, но надо было сказать немножко. Поработай. У тебя очень хорошо. Поработай на пословице. Вика, пожалуйста. Семья – это… Так, сначала. Семья какая? Семья хорошая, добрая. Поддерживает, заботится, помогает. Семейное счастье дороже всего. Семья – это защита. Семья – это защита. Спасибо, ребята. Очень хорошо. Вот с этих карточек вы потом начнете проверку домашнего задания. Вы посмотрите. Отлично. Просто маячком покажите, у кого уже получились такие башенки. Кто составил, смог. Зажгите зеленый свет. Кто еще не составил, красный свет. Я поднимаю чуть-чуть. Отлично. Саша, у тебя красная? Пословица не получилась? Давайте посмотрим, что у вас за пословица. Вся семья так и душа вместе на месте. У кого есть это? Пожалуйста. Вся семья вместе, так и душа на месте. Отлично. Давайте повторю. Вся семья вместе, так и душа на месте. Отлично. Спасибо за помощь. Хорошо, ребята. Итак, пожалуйста, домашним заданием вам будет. Помните, пожалуйста. Первое. Что? Помогайте. Это название для первой части. Прочитать везде, для первой части придумать название. У нас остался вот этот вопрос. Прочитать, как вторую часть, найти описание природы. И потом вы посмотрите, как оно влияет на чувства людей. Итак, мы закончили. У нас весь цвет зеленый. И я думаю, что вот такой у нас будет сюрприз. Я всех вас поздравляю с хорошим уроком. Урок окончен. Спасибо вам тоже за работу. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok